Первое, что мы делаем, мы идем в ближайший родхаус у вас по месту и берем необходимые документы и анкеты. Не забываем, что до сих пор действует масочный режим, поэтому при входе в помещение обязательно одевайте маску. Итак, чтобы заменить мои водительские права, мне нужно заполнить вот такую вот анкету. И также они проверили, зарегистрирована ли я здесь, где я сейчас живу. Оказывается, я была зарегистрирована только в Мисбахе в районном центре, но вот здесь по месту жительства я не была зарегистрирована, поэтому также мне нужно заполнить вот этот бланк. И вот здесь сверху должна заполнить хозяйка дома, в котором я живу, и после этого я отнесу туда, мне выдадут лист регистрации. И вот по этому листу нам нужно будет еще собрать вот эти вот все документы, которые здесь написаны. И так как я иду на категорию B, вернее, я меняю права с категорией B, мне нужно будет им предоставить справку, что у меня со зрением все в порядке. Кстати, пройти тест можно будет либо в любом магазине, где продают очки, и который может вам выдать такое свидетельство, что у вас все в порядке со зрением, либо, конечно, идти куда-то в специальное место. Также здесь говорится о том, что нам нужно будет получить справку, либо же сертификат о прохождении курса по предоставлению первой медицинской помощи. Сейчас я как раз таки пойду получу справку о том, что с моим зрением все в порядке. Мы пришли в обычный магазин и сделали здесь тест на глаза, нам сделали это бесплатно. Это выглядит вот так. Итак, вы там видите кружочки, и в кружочках есть разрезы. Эти разрезы направлены в разные стороны, и вы должны сказать, в какую сторону направлен этот разрез. Своё тест на зрение я прошла на отлично. Мне выдали вот такую вот бумажку, которая действует два года, и это я могу теперь вложить в мой полный пакет документов. Ну и теперь осталось пройти только курс по оказанию первой медицинской помощи. В гугл-карту забиваем Эрст и Хильфа, смотрим, где ближайшая у нас находится школа. Выбираем нужный нам день, оплачиваем, либо оплачиваем уже на месте, и вот наш курс уже можно будет проходить по нашему расписанию, которое вы выбрали. Стоит в моём случае это 60 евро, будет вестись на английском языке, и я буду проходить его в Минхене, и длительность тем, что и на часов. Поэтому, надеюсь, всё будет хорошо, и я обязательно сейчас покажу, как это происходит. Вообще место было очень сложно найти, потому что здесь идёт какая-то стройка, и по адресу оно забудет как-то не туда сразу. Ну, в общем, здесь ещё походилось походить поискать прежде чем я нашла это место. Но, в принципе, сама аудитория нормальная. Пет, и пресс with the soft pet in the wound. This pressure, вы можете также поддержать с помощью петки, стира к другой стороны. Рапид. Впуль. Рапид. Впуль. Рапид. Впуль. Рапид. Впуль. Вы увеличиваете плотность до момента, когда петель остановится. Я закончил банвежку. Однажды у нас есть лицо. Вы можете сделать лицо с лицом или двух лицом. Или просто выключить. Если у вас есть два лица, вы можете сделать лицо. По окончании лекции нам выдали вот такую бумажку с подписью о том, что мы ее прослушали. Никаких экзаменов либо тестов мы не сдавали. Действует этот документ два года. Остается только заполнить анкету. Приложить две фотографии, оригинал документов. Пойти в Red House. Снова они поставят подпись, проверят все. Проверят опять-таки вашу регистрацию. И затем вы сможете эти документы ввести уже в районное управление. На данном этапе у меня все. Как только будут у меня какие-то новости либо дополнения, я обязательно с вами этим поделюсь. Надеюсь, что буду вам полезна, как обычно. И всего вам доброго!